Константин Евгеньевич, когда мы уже будем зарплату получать? Когда мне перестанете мешать. В смысле мешать? Вы уже год нам не платите зарплату. Сонтар, я сейчас не могу выйти сюда. Чем вы заняты? Константин Евгеньевич. Вот и все. Чем больше денег должно предприятие своим работникам, тем короче разговор с бывшим директором. Этих людей для руководства кирпичного завода «Новатор» как нынешнего, так и предыдущего будто не существует. Около 20 человек в станице Рязанской, как здесь говорят, кинули на деньги. По словам людей, еще в конце 2014-го им не выплатили зарплату. Спустя год денег так и нет. Суммы у каждого разные. Кому-то должны 8 тысяч рублей, кому-то 60. Но для небольшой станицы это без преувеличения цена жизни. Мне приставы звонят, что я виноват, что я не выплачиваю своим детям элементы. Хотя удерживалось и подоходные, и элементы, и все вот это вот. И не знаю, кто ему может управу дать. Последний год работы с Салмановым, чтобы забрать свои деньги, мы часто бастовали. То есть приезжали на работу, не переодеваясь, говорили ему, пока отдадите наши заработанные деньги, тогда приступим к работе. Если посчитать, на Кубани всех, кто не может получить кровно заработанные, получится население поселка, больше 9 тысяч человек. Краевые компании должны им под 600 миллионов рублей. Самое страшное и то, что даже не кризис причина многомиллионных долгов, говорит губернатор во время большой планерки. По данным прокуратуры, 90% всех не выплат. Это следствие не экономической тряски и неплохого менеджмента, а просто хищения денег. Это просто произвол работодателя. Что хочу, то и врачу. Здесь не надо это исчислять миллионами рублей. Надо исчислять количествами семей, работников, которые зарплату просто не получили. А за этим стоит их просто элементарная ежедневная жизнь. Просто покушать. Не за что будет купить. Я всегда был в народе и буду оставаться в народе. И буду ходить в народ. И один на один оставлять их с проблемой задолженности заработной платы, я, поверьте, искренне вам говорю, никому не позволю. Под свой личный контроль губернатор уже взял несколько компаний-должников. В том числе и Краснодарский завод группы «Седин». Когда-то одно из самых мощных предприятий страны. Здесь выпускали уникальные детали. Сейчас руководство завода должно работникам больше 34 миллионов рублей. Вениамину Кондратьеву докладывают. Зарплату постараются выплатить в течение двух месяцев. Совместно с Минпромторгом России совещание с участием актива. Там порядка 100 человек всех сотрудников группы «Седин». Будем встречаться. Обсуждать дорожную карту по погашению задолженности и продажи активов, которые... Не профильных активов, подчеркну, которые есть сейчас у группы «Седин». Руководство текущее обязуется до конца текущего года погасить полностью задолженность по заработной плате. Мы рассчитываем, что это будет все же до конца января следующего года. «Седин» нам необходим как мощное предприятие, работающее. Если вы сейчас все продадите, и станки, и все на свете. Здесь нужно тоже понимать, что мы лишим запрешнего дня «Седин». Иванович, вот это оборудование, которое сейчас по банкротству, еще раз подчеркну, выставлено на продажу. Продажу его мы приостановили. И сейчас идутся переговоры только по продажу пионерлагеря в Анапе. В долговом пироге у компании банкротов самый большой кусок – почти 500 миллионов рублей. Не выплачивать зарплату, затем обанкротиться, перестать быть директором и оказаться в итоге с чистыми руками – одна из самых популярных схем среди работодателей-должников. И в таких случаях на чеку нужно быть именно муниципальным администрациям, дает указания Венемин Кондратьев. Там, как нигде лучше знают, что происходит на предприятиях. Получается, реагируем только тогда на просьбы, когда люди уже с плакатами стоят перед зданием муниципальной администрации или краевой. Я почему говорю здесь «не спать», коллеги, «не спать». Если возникает тенденция уже с задолженностью зарплаты, если она уже пошла, значит, берите это предприятие на контроль в ручном режиме. Если вы чувствуете, что оно идет к банкротству, тогда тем более максимально инициируете, именно вы инициируете заявление людей в суд, чтобы был наложен арест на имущество. Если это будет системная работа, ежедневная работа, тогда мы многие проблемы решим. А когда они прекрасно знают, что власть не реагирует, и они могут сделать все, что хотят – раскладать имущество, его спрятать, вывезти это имущество, а потом все, видите ли, они пустышки. Если не доводить до таких ситуаций, будет возможность хотя бы за счет имущества погасить долги. И, кстати, задержки зарплат в частных компаниях нередко бывают из-за неоплаченных госконтрактов. Венемин Кондратьев потребовал от всех ответственных чиновников заплатить по счетам. Ведь такие долги очень больно бьют по малому и среднему бизнесу, который создает рабочие места в регионе. А зарплата для большинства кубанцев по статистике остается единственным источником доходов. Александр Иванченко, Мария Крошная, Денис Перец, Денис Москаленко, Алексей Комаров. Кубань-24. Денис Перец, Денис Перец, Денис Перец.